Вашингтон вскоре назначит нам командующего операцией в Украине. И непосредственно это будет либо генерал-лейтенант, либо другого ранга военнослужащий. И уже говорят, что это помимо руководителя важно, потому что дают название этой операции, что говорит о долгосрочной поддержке и финансировании этой всей операции. Что вы нам об этом скажете? В подробностях, почему это важно и для чего это делается вообще? Дай бог, дай бог, чтобы это была правда. Дай бог, чтобы это был генерал-лейтенант. У нас это очень высокое звание. Я уже знаю, мне сообщили, что военные атташе в Украине генерал, бригадный генерал, однозвездный генерал, что очень высокое звание, потому что у нас однозвездные генералы, как военные атташе, были только в двух странах, в Китае и в России. А сейчас уже и в Украине это означает, что это очень важно с военной точки зрения для нас страна. Ну, понятно, идет война, можно сказать, третья мировая война, и это очень важно. И я надеюсь, что такая команд, такая организация будет сделана, такой штаб будет сформирован. То есть это тогда наши военные будут координировать с вашими военными очень много, как обучение, я уверен, как передачу вооружения, вот наконец-то. И я очень надеюсь, что это не просто очередная болтовня или очередной ленд-лиз, который подпишут, но потом ничего делать не будут. Поэтому я думаю, что это из-за того, что у нас в Америке идет очень большое давление на Белый дом и на администрацию с обоих партий, как из демократической, так и с республиканской, потому что наше общество требует этого. И это будет очень важный шаг. Это то есть будут специальные войска, созданы будут специальные подразделения, которые будут работать вместе с украинскими военными, с другими нашими союзниками, потому что я уверен, что остальные страны НАТО, значит, тоже не все, уверен, не все, но многие начнут подражать этому, начнут тоже действовать, беря с нас пример. И таким образом я молю Богу, что эта война придет к победе Украины, к завершению, и что ваша земля будет очищена от этой нечисти, и Украина будет процветать. Это будет целый как штаб, как фронт, который будет действовать в разных направлениях, начиная от разведки, обучения, логистики и многого всего другого. Даже это будет показывать, что мы можем и заучаствовать в нашей вооруженной силе, что первоначально было сказано Белым Домом, что ни при каких обстоятельствах, что было, опять же, беспрецедентно, такого мы никогда не делаем. Мы всегда оставляем эту опцию, что мы можем использовать наши вооруженные силы. Поэтому Путин сказал, ну, если американцы говорят, что нет, и они увезли свои посольства и не дают ничего Украине, то можно заходить и брать голыми руками. Да еще и предложили президенту Зеленскому бросить Украину на произвол судьбы и улететь в Америку, и получить там беженство. Президент Байден ему это предложил. Поэтому это уже будет серьезно. И я надеюсь, что это не только будет военное решение, это будет политическое решение. И также это будет решение, покажет в России, что мы серьезно относимся к этому, что мы не позволим, мы, цивилизованный мир, не позволим убийства детей, гражданского населения, уничтожения инфраструктуры, мирного государства и стоять в стороне. И тогда, может быть, окружение Путина тоже задумается об этом и поймет, что это уже серьезно, и что им просто так это не сойдет с рук, убийство военнопленных, детей, бомбежка госпиталей, театров и так далее, и так далее, и угрозы ядерным оружием, и бомбежка ядерных объектов, что придется им за все это ответить. Когда они это осознают и поймут, что мы серьезно к этому подходим, когда здесь будет генерал-лейтенант американский или ему равный, то, может быть, они что-то и начнут сами делать в отношении Путина. Как вы считаете, уместно ли сравнивать эту операцию в Украине с миссиями в Ирак и Афганистан, американскими, такие как «Свобода Ирака», «Несокрушимая свобода», «Сторожевая свобода»? Нет, ну там, понимаете, там мы воевали. Там мы воевали против другой страны. Здесь вы воюете против другой страны. Это будет наша поддержка вам. Это будет наша поддержка вам. И я просто, опять же, надеюсь, что это не очередная «да-да-да, сейчас дадим неделю-две, и после Рамштайна сейчас вот это все пойдет, и после подписания ленд-лиса сейчас все это пойдет, а ничего не идет». И после 4-го, и 28-го Рамштайна, и после встречи к делам не переходят. Обещают, обещают, большие лозунги, а к делам не переходят. Очень-очень надеюсь. Я думаю, что как только это будет передано в руки наших военных, они прекрасно договорятся с вашими военными, и это будет очень слаженная команда. Верим в это, и даже не сомневаемся, что так и будет. Еще к одной информации. Пентагон начал присылать Украине больше оружия морем. Об этом сообщает Вашингтон-Пост, ссылаясь на представителя Министерства обороны США. Он рассказал, что некоторые вооружения начали отправлять по морю уже спустя несколько недель после вторжения, но значительно расширили усилия этой весной, поскольку Соединенные Штаты начали поставлять Украине гаубичную артиллерию и другое тяжелое вооружение, для которого нужен постоянный поток крупнокалиберных боеприпасов. Американские военные чиновники отказались сообщить конкретные маршруты доставки оружия в Украину, что неудивительно, но заявили, что некоторые виды вооружения, поступающие из континентальной части Соединенных Штатов, попадают прямиком на поле боя, в то время как другие используются для пополнения американских запасов в других странах Европы. Морской путь поставок вооружения американского в Украину, насколько он удачен, и если сравнивать его с авиадоставкой, плюсы и минусы какие он имеет? Ну, авиадоставка, конечно же, это быстрее, но не может доставить в таком количестве, в котором вам нужно. Ну и потом ваши аэродромы, они под обстрелом, они опасны, поэтому все равно надо будет перелетать или в Германию, или в Польшу, и оттуда уже другим транспортом, не знаю, шлезнодорожным или фурами перегонять эту тяжелую технику в Украину. Все это занимает очень профессиональная логистика нужна в этом, это должна быть разведка, это же должно быть сделано безопасно, чтобы не только это оружие не пострадало, но также и то, что окружает его, и гражданские лица, корабли, экология в море, много-много разных вещей, которые должны быть созданы. Конечно, если это идет море, то это медленнее идет, но зато приходят больше и тяжелее вещи. И я не уверен, как через Черное море они могут пройти, наверное, опять же, они отгружаются или в Балтике где-то, или где-то в другом месте, а потом перегоняются в Украину. Я точно этого не знаю, но одно не исключает другого. Я думаю, что наша логистика работает таким образом, хотя бы она так работала в мои годы во время Ирака и Афганистана. Эта логистика и морем, и авиа, и то, и другое работает одновременно. Исходя из разных способов доставки, как мы уже обсудили, и море, и небо, делят ли вооружение на то, которое нужно буквально на вчера, которое должно прилететь самолетом, или же то, которое мы можем подождать? Ну, я, опять же, я не знаю, это генштаб, это решение вашего генштаба и нашего генштаба и политической воли. Конечно, мое мнение, оно очень простое, вам нужно все, много и как можно скорее. Да, и сразу. И поэтому я всегда радуюсь за то, чтобы как можно быстрее вам пришли танки, как можно быстрее вам пришли гаубицы, как можно пришли вам реактивная артиллерия и авиация, так же, как и ПВО. Эти вещи очень главные, эти вещи то, что стабилизирует ваш фронт, сохраняет жизни вашим воинам и гражданскому населению, и таким образом вы сможете перейти в контрнаступление. И вот тогда будет перелом в войне. Пакет помощи нам в который раз уже пообещали в День независимости, громкие 3 миллиарда долларов. Как вы его оцените? Непосредственно вот тот список, который также Белый дом публиковал, что именно передадут, по крайней мере то, что можно опубликовать. Но достаточно ли это и много ли это на самом деле? Потому что 3 миллиарда долларов звучит довольно-таки громко. Ну, давайте мы сравним, что такое 3 миллиарда долларов. 3 миллиарда долларов для Украины, которая воюет с огромной армией, которая воюет против сотни тысяч пушек, танков, самолетов, ракет. И 300 миллионов в день в течение 20 лет в Афганистан, где наша армия воюет. Плюс еще эти 300 миллионов в день там, где война идет против бородачей, которые не умеют писать и читать, и они вооружены калашниками. Значит, что вы получили? 3 миллиарда – это 10 дней в Афганистане. Вот это так в сравнении. Потом это не то, что вы получаете эти деньги, вам там налички, как президент Обама сделал, бросил в Иран, при 120 миллиардов наличными им дал. Это деньги, которые говорят, что вы можете потратить на закупку вооружения Соединенных Штатов Америки. Это первое. Потом там создан список, что вы можете себе приобрести за эти 3 миллиарда. Но практически там нет никакого тяжелого оружия. Опять это, они не пишут сколько и чего, но там пишется, вы можете там приобрести ПВО. А ПВО какое ПВО? Не все там так вот детально распределено. Опять стынгеры, стынгеры тоже ПВО, часть ПВО. Опять жувелины, там какие-то бронетранспортеры. Но ни танков, ни самолетов, ни хаймарсов в этом списке нет. Поэтому чем отличается ленд-лиз от этого? Ленд-лиз вам дается все необходимое, чтобы уничтожить врага. Моментально. Бюджета нет. Никакие деньги к этому не приписаны, никакие даты к этому не приписаны. То, что вам там говорят в октябре. Если это в октябре пойдет, дай бог. Но это потому, что давление общества, а не потому, что это какой-то закон у нас прописан в ленд-лизе. Поэтому это говорят все эти эксперты неправду. Но самое, что я считаю обманчиво в этих трех миллиардов, это то, что на эти деньги вы не можете получить оружие, которое у нас уже есть, которое у нас стоит законсервированное в пустынях. А у нас их там сотни тысяч, и гаубиц, и танков, и бронетранспортеров, и так далее, и так далее. А вы на эти деньги можете у нашей военной индустрии заказать это оружие. То есть вы его получите, смотря что, от года до трех. Поэтому я думаю, что, конечно, спасибо, конечно, это все прекрасно. Но эти три миллиарда, вы увидите результаты в лучшем случае в некоторых вещах через год. А вообще-то через три года. А там еще и бюрократия, там еще и то, и все, это может быть и дольше. Но я надеюсь, что к тому времени вы уже будете праздновать победу. Но это оружие, я думаю, все равно вам пригодится. Пусть будет. Но это не такой большой подарок, как все думают, что это такой огромный подарок. Опять же, там есть подводные камни, и там есть хитрости. То есть, что вы это не получите ни завтра, ни послезавтра, и ни к зиме, и ни к лету. Спасибо вам за комментарий. Вот вы авиацию упомянули, и я как раз об истребителях хотел уточнить. Потому что Пентагон говорит, что даже если бы сейчас пообещал нам истребители, мы бы их увидели, вот как и вы, собственно, говорите, как минимум через года-два. Почему такая ситуация вообще сложилась? И стоит ли нам ожидать, ну хотя бы к концу года, какую-то авиацию? В том числе и в США. Я не специалист, но я был одним из офицеров, который отвечал за перевод Польши с Мигов на F-16. Где-то 10 лет тому, ой, господи, 20 лет тому назад уже. И мы меняли польские Миги на F-16. Они закупали. Да, это заняло несколько лет. Помимо обучения пилотов, инженеров, механиков, диспетчеров, которые управляют полетом, это все другая система. Аэротромы перестраивать, всю инфраструктуру заправочные, ну так далее и так далее. Там много-много движущихся деталей в этом. И в конце концов Польша получила F-16. Конечно же, то, о чем говорит Пендагон, это правда. Чтобы вы получили F-16, и они стали у вас функционировать, это займет несколько лет. Это не так просто. Но дело все в том, что вам сейчас, на сегодняшний день, во время войны, нет времени. Вам бы Мигов дали, особенно вот этих из Словакии Миги, которые они хотели вам передать, или те же Миги, которые Польша хотела вам в начале войны передать, но мы положили сегодняшнюю администрацию в Белом доме, не дала этому произойти. У них там, они говорят о разных вещах, почему это не произошло. Но мы понимаем, почему это не произошло, потому что они не хотят, чтобы вы пришли в контрнаступление, чтобы вы закрыли небо, чтобы ваши войска были прикрыты с неба, что очень-очень важно. Но вот эти Миги, ваши летчики умеют летать, и некоторые из них, они модифицированы. То есть вооружение и электронику они несут нашу западную. То есть они имеют преимущество над российскими Мигами. И ваши летчики очень комфортно это имели. Но по какой-то, опять же, политической причине, я думаю, я услышал эту причину для себя от вашего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, это оружие вам пока что не передается. Поэтому наша задача сегодня продолжать давление на наши власти, чтобы как можно скорее это было вам передано. Потому что американский народ сказал свое слово. Американский народ через Конгресс проголосовал за Ленд-Лиз. Нету никакой причины, почему Ленд-Лиз к вам не идет. Будем ждать. Про октябрь или еще что-то, или потратят сначала это, потом то. Ленд-Лиз создан специально для того, чтобы дать как можно быстрее все, что необходимо, чтобы победить фашистскую Германию. Обходя Конгресс и любой бюджет. Мистер Гарри, спасибо вам за этот чудесный разговор. Будем рады вас видеть в наших следующих эфирах. Всегда рады. В ретабах капитан першоранговый МСШ у відставці был ви з нами на прямому звязку. Дякуємо ему за це. Продолжение следует.